всем привет дорогие друзья меня зовут людмила мандель и мы продолжаем с вами говорить о том как эффективно заниматься английским по фильмам и сериалам и сегодня я хочу поговорить о том как прокачивать говорение как прокачивать устную речь работая по американским сериалам опять же это кажется ну скажем так чем-то далеким от реальности вроде я смотрю любимый сериал получает этого удовольствие и как это как можно вообще прокачивать устную речь по сериалу ты просто смотришь там узнаешь какие-то слова интересные фразы выдергиваешь если прилежный студент то студент их записывая да как то пытается запомнить ну вот в принципе и все как какая еще работа можно до попытаться там что-то понять загуглить поискать но как использовать эти материалы так чтобы они работали на вашу на развитие устной речи между тем это сделать это сделать можно это то что мы делаем со студентами на наших курсах по фильмам и сериалам во первых конечно же для этого нам понадобятся субтитры и под этим видео я размещу ссылочку где можно брать субтитры в их из их на самом деле очень много источников субтитров очень много и даже на самые свежие сериалы есть субтитры ну практически сразу то есть вот если вы следите за каким-то сериалом и затем работаете по да по это материал вам нужны субтитры заходите и уже буквально там через пару дней субтитры есть на сайте вот на на тех сайтах которые я вам расскажу есть очень удобные сайты для работы со скриптами и по фильмам и по и по фильмам и по сериалам ну например если вы не хотите скачивать субтитры да не хотите их искать то есть те сайты в которых уже они встроены то есть можно это делать но лучше работать именно с текстом то есть когда вы можете фрагмент вот этот текстовый из фильма распечатать себе не весь конечно фильм это такой талмуд будет небольшой фрагмент и с этим фрагментом уже работать то есть для этого нам понадобится конечно текст и субтитры что можно делать как можно прокачивать говорение ну в прошлом видео мы с вами говорили о технике sharing техника sharing работает не только на восприятие речи на слух не только на аудирование но и на говорение почему потому что как вы заметили все этапы мы выполняем вслух кроме первого когда мы просто слушаем максимально либо закрытыми глазками либо и слушаем и смотрим но то есть вот там да там работает только ухо и глаз и во всех остальных этапов вы либо читаете вслух либо с диктором читаете либо проговариваете за диктором то есть все остальное все остальные этапы многократных повторений вы работаете вслух поэтому если вы проникли с той техникой техника еще один то она неизбежно будет помогать вам прокачивать и устную речь вашу тоже по фильмам это это классно делайте это обязательно это качественно изменит ваши занятия английским где бы и с кем бы и чем бы именно в английском вы не занимались затем как еще прокачивать устную речь по фильмам ну во первых можно брать фрагменты можно и нужно брать фрагменты и дробить и что называется слона нужно есть по кусочкам то есть вы взяли небольшой кусочек позанимались прослушали да поняли что там происходит дальше ставьте этот фильм на паузу и обсуждайте его то есть попытайтесь включите например программу записи в кору и расскажите о чем вообще речь вот то есть это конечно нужно сделать несколько раз хорошо поработать по технике ширин хотя бы в минимальном объеме над фрагментом чтобы было что сказать и обсудить этот момент то есть дробите фильм на маленькие фрагменты и просто пересказывайте что там происходит это сложно это не просто я вам скажу это не просто без практики чем больше вы практикуетесь тем и легче вам будет это делать то есть ничего запредельно сложного нет нужно только приноровиться нужно выполнить раз первый фрагмент второй фрагмент где-то кратко вы что есть фрагменты которые нам нравятся и мы хотим их описывать в деталях где-то фрагменты которые нам ну совершенно не нравится мы не хотим их описывать в деталях да то есть вот так вот поэтому значит какие-то фрагменты более детально какие-то менее детально описывайте используйте настоящие времена то есть так чтобы вам было легче затем что еще классно работает, когда вы делаете просто скриншот, то есть вы смотрите фильм и вот таким рандомным совершенно образом, случайным образом вы останавливаете фильм и герои что-то делают, то есть в этот момент герои что-то делают. И вот это очень классно работает, когда в этот самый момент вы описываете, что делают главные герои, куда они идут, о чем они говорят, как они себя при этом чувствуют. Разверните эту мысль, поговорите. Вот так рандомно можно делать паузу, остановку и описывать, что происходит. Это очень здоровский прием, пометьте его себе и используйте. Следующее. Конечно же, если у вас есть с кем обсудить этот фильм и то есть вы смотрите вместе какой-то сериал и какой-то фильм, а потом обсуждаете на английском с другом, это идеально. То есть обсудить с другом – это еще один классный прием, который поможет вам оживить ту лексику, которая используется в фильмах. что-то вы оттуда выдернете, обсудите с другом, и больше шансов, что она у вас запомнится. Конечно же, следующий подход и следующее упражнение, которое поможет вам прокачивать устную речь – это главные герои. То есть мы всегда анализ любого текста начинаем с главных героев. Как правило, главных героев, сериала много сейчас. И вы описываете просто героя от героя за героем, как он выглядит, какой у него характер, чем он занимается, какая у него работа. рассказывайте про его семью, симпатичен он вам, не симпатичен он вам и почему. То есть вот пройдитесь по главным героям с фильма или сериала, опишите их внешность и характер и так далее, и выскажите свое отношение к ним. Это еще один очень классный и интересный прием. Главное, не переживайте, что ой, Людмила, я прям так и слышу ваши отчеты, кто ж меня проверит, а вдруг я сделаю ошибки, да скорее всего, и так далее. Друзья мои, прокачивайте, прокачивайте устную речь, не бойтесь ошибок, потому что ошибочки это что-то естественное и естественное и понятное, но вы будете работать на аффлюенсии, на беглость речи, то есть вы будете работать на то, чтобы уметь свою мысль донести более объемно до собеседника. это очень-очень важно, поэтому плюс, если вы занимаетесь по технике shadowing, то это поможет вам говорить значительно чище, когда перед вами вот такой образец, как правильно говорить. Конечно, в фильмах бывают различные особые структуры, когда опускается то или иное, но это уже особенность фильмов. Во-первых, во-вторых, фильмы бывают разные. Вот. И мы с вами поговорим о выборе фильма в следующем видео. Очень хорошо высказать мнение в конце фильма, в конце фрагмента, да, что происходит, что происходит, что произошло, почему, то есть проанализировать уже события, которые произошли в этом фильме. Мы же любим обсудить фильмы, любим обсудить какие-то сериалы, какие-то передачи. Это что-то естественное для человека, на мой взгляд. И вот это то же самое сделайте вот так, как у вас получается, такими словами, какими можете. Вот просто push yourself, подталкивайте себя к этому делу, старайтесь говорить. Не думайте, что придет некий идеальный момент, когда вдруг вы поймете, что все, пора, пришла пора изучать английский по фильмам, я уже знаю всю грамматику и полно лексики, и теперь мне только вот нужно оживить английский такими яркими, сочными, живыми фразами, идиомами, сленгом из фильма, и все, и будет у меня все в шоколаде. Ну, я никогда в этом не слышала, чтобы так вот кого-то осенило. Нет, неважно, с какого уровня ты начинаешь работать с фильмом, это всегда нелегко, всем нелегко. Да, если вы только вчера изучили, что называется алфавит, то сегодня переходить к изучению английского по фильмам рано, но вместе с тем я бы потихоньку приобщалась, потому что приучать нужно свое ухо к естественному темпу речи, к звучанию речи, не сильно как бы вклиниваться в это, если у вас уровень elementary, но вместе с тем потихонечку ухо свое приучать. Если ваш уровень print immediate, да, то есть где-то print immediate, вы понимаете, что вы не новичок, и не вчера вы изучили алфавит и познакомились вообще с английским, то потихонечку, полигонечку, вот таким грамотным образом, через короткие фрагментики начинать с фильмами работать нужно. Это нужно и важно, так, чтобы изучение языка, во-первых, не затянулось на годы, потому что фильм это то, что интересно, то, что хочется узнать, и это будет вас подталкивать к изучению языка, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы не было такого шока, когда вы приедете за границу, понимая, что там все тараторятся страшной силой, да, то есть носители языка совсем не сразу, если вы их не попросите, конечно, об этом. Они не подбирают темп, они говорят быстро, все жуют, и вообще у них ничего не понятно. Поэтому, чем раньше вы начнете свое ухо сталкивать, как бы, да, знакомить вот с этой стороной изучения английского, что речь может быть не только четкой, грамотной, как у диктора в учебном курсе, а она может быть еще быстрой, непонятной, звуки могут проглатываться, сливаться и так далее, то тем легче вам будет заниматься английским и быстрее вы будете прогрессировать. Ну и, конечно же, в конце фильма, в конце эпизода очень хорошо это сделать, фильм это такой большой, да, его вообще можно прям на маленькие кусочки разбить и смотреть несколько недель. Но обязательно в конце или в конце смысловой части фильма поставьте себя на место главного героя и скажите, а что бы вы делали на месте главного героя? Вот, то есть вы как раз проработаете второй условный тип предложений, да, и можно сказать, что if I were in his shoes, I would do the same, например, да, то есть если бы я был буквально на его месте, да, в его обуви, в его туфлях, то я бы сделал то же самое. Или наоборот, I would do something different. То есть выскажите свое отношение к происходящему уже, не к героям, а к происходящему, к тому вообще, о чем фильм, чему фильм посвящен, событиям в целом. Что вы думаете о таких фильмах? То есть насколько это возможно? Повторюсь, к этому не нужно быть готовым. Старайтесь подталкивать себя и на самом простом, доступном вам уровне старайтесь выражать свою точку зрения, говорить так, как у вас получается. Главное, продвигайтесь, главное, двигайтесь вперед и говорите, практикуйте, практикуйте именно говорение, да, то есть работайте через устную речь, чтобы все было через устную речь. Тогда вы будете прогрессировать стабильно, системно, методично. На сегодня все, друзья. Мы увидимся, услышимся с вами в следующем видео и поговорим о том, как правильно выбрать хороший фильм или сериал, потому что не все фильмы одинаково полезны. Перефразирую известную рекламу, могу вам сказать. Поэтому выбор фильма – дело нужное, ответственное, важно. Почему? Обсудим в следующий раз. А пока я рекомендую вам потренировать все то, о чем мы сегодня с вами говорили. Выберите фильм, который вы смотрите, сериал, который вы смотрите. Выберите фрагмент, опишите его, да, сделайте скриншот, то есть остановите фильм на какой-то момент, опишите, что вы видите, опишите главных героев и устно поговорите о том, да, как вы относитесь к событиям, происходящим в этом фильме. Попрактикуйтесь, я уверена, вам это понравится. Все, друзья, на сегодня все. До встречи, всем пока!